Друзья, многие из вас смотрели третью часть по постройке моего самодельного токарного станка. Чтобы сделать обшивку из листового металла, мне пришлось надрезать места сгибов при помощи УШМ. Сегодня сделаем мощный листогибочный станок со сменными сегментами. Приятного вам просмотра! Для изготовления этого станка пришлось в очередной раз посетить рай для самодельщиков. Это, конечно же, металлоприемка. Там нашел парочку стоек, амортизаторов и листовой металл толщиной 16 и 14 мм. Изготовим основание и сначала обрежем все неровные края. Конечно, пилить металл толщиной 16 мм 125 диском – еще то занятие. Только на один этот рез ушло полтора диска. Но деваться некуда, нужно делать. Слегка поправим края. Идеально ровную поверхность таким способом сделать не получится, но визуально будет смотреться хорошо. Также сразу избавимся от ржавчины. Так и работать приятнее, и перед покраской лишних движений делать не придется. Дошла очередь до автомобильных стоек. Аккуратно надрезаем корпус и сливаем масло. Его здесь немного, от силы грамм 200. От этих стоек нам понадобится только шток. Остальное оставим для следующих самоделок. Его будем крепить к основанию на резьбовое соединение. С завода на стойке резьба М14 шаг полтора. У меня такого метчика не нашлось, поэтому сделаем свою. Протачиваем на токарном станке и нарезаем М12 шаг 1.75. Продолжим токарные работы и из этих двух заготовок сделаем пару втулок. С внутренним отверстием 20 миллиметров. Именно такого диаметра мои штоки амортизатора. Отлично! Втулки садятся практически без люфтов. Далее сделаем пару отверстий с резьбой в нашем основании. Сверлим сначала мелким сверлом, а потом рассверливаем. И конечно же нарезаем резьбу. На основании также будут прикручиваться упоры. Их сделаем из 20 квадрата. Отмечаем нужную длину и отрезаем в паре. Так получится точнее. Также не забываем почистить металл. Вот так примерно это будет выглядеть. Теперь нужно сделать для них крепление. По три на каждый упор, думаю, будет достаточно. Из этих двух заготовочек и сделаем. Делим каждую на три части и отрезаем. Теперь на фрезерном станке сделаем продольный паз для регулировки. Настала очередь сварки. Нужно хорошо зафиксировать упоры, чтобы они не деформировались от высокой температуры. С другой стороны шлифовальным диском сделаем канавку для сварочного шва. Так как потом мы его будем зачищать. Наше основание готово. И теперь оно имеет вот такой внешний вид. Ну а мы продолжаем и из куска этого металла сделаем подвижный прижим. Для начала его отрежем в нужный размер. Сделал разметку, но вырежу все это дело за кадром, чтобы не затягивать это видео. Получилось сделать не только сам прижим, но и заготовку для сегментов. Для их крепления придется отрезать еще пару полосок металла толщиной 8 миллиметров. Вот так все это будет выглядеть. Этот узел сваривать я не буду, просто скрутим все это дело болтами. Можно заняться и самими сегментами. Вспоминаем уроки геометрии в школе и делаем разметку. На этой пластине нужно сделать заточку 90 градусов. По 45 градусов на сторону. Обработку будем делать на самодельном гриндере. Выставил стол под 135 градусов и не спеша стачиваю грани. Эту работу бы по хорошему сделать на фрезерном станке, но шпинделю моего не поворотный. И двух осевых тисков в моем арсенале пока нет. Спустя время такую заготовку получили. Нужный угол на ней получился. И я если честно думал будет хуже. Теперь ее можно разрезать на сегменты. Собрал все до кучи. И если кому интересны размеры сегментов, это 150, 170, 100 и 50 миллиметров. Единственное, если будете повторять, делайте их выше. Потом поймете почему. А пока сделаем отверстие с резьбой для их крепления. С шагом 30 миллиметров. Наш прижим уже в сборе. И можно устанавливать его на свое место. Откидные пружины нашел в магазине автозапчастей. А не отголовки блока цилиндров. Последний штрих перед покраской. Сварка прижима с втулками. И вот такая красота у нас получилась. Давайте перейдем к ее испытанию. Установил листогиб в самодельный пресс. И для начала возьмем лист толщиной 1,5 миллиметра. Нижние упоры максимально близко друг от друга. Такое положение позволяет сделать минимальное ребро жесткости. В 10 миллиметров. Сам угол же получается очень ровный. Далее раздвигаем упоры и гнем металл 3,5 миллиметра. С этим станок справляется без проблем. На манометре пресса при этом всего 10 тонн давления. Как минимум 20 еще в запасе есть. Ну и сам угол, как я считаю, получился достойный. Последнее испытание это изделие с использованием сегментов. И здесь я пожалел, что не сделал высоту сегментов больше. Максимальная высота стенки в коробке получилась 40 миллиметров. Все, что выше, обязательно упрется в подвижную часть. Обязательно в дальнейшем этот косяк исправлю. Ну а на этом у меня все. Если понравилось видео, ставьте лайки. Пишите, что думаете об этом станке. И подписывайтесь на канал. Дальше будет интереснее. А с вами был, как всегда, я, Михаил. И это канал Добрый Мастер. Пока-пока.